итак решила поделиться с вами закупочкой мы закупились в лидле все в общем осваиваем лидловские продукты и быстренько просто покажу вам какао купили ребенку очень любим время пьем я думаю как и все дети в принципе купили молоко молоко наше эстонское конечно нам больше нравится чем польская но как-то по разным магазинам ездить из-за молока не захотелось смотрите дальше сюда курица раз два три 4 5 6 кто любит в нашей семье курицу так это вся наша семья на самом деле это мужу будет на обед будет всю неделю кушать я просто и варю и он с бульончиком кушает на обед с салатиком и на ужин тоже будет курочка жареная полу ножки где-то там даже есть полу ножки без или все одинаковые а где-то еще должно быть мне на обед не только такая там еще без кожи есть филе ха где-то здесь мне на обед в общем так огурчики маринованные взяли на пробу не знаем как в лидли это я себе на завтрак взяла я фанат всяких готовых полуфабрикантных котлет на самом деле я знаю что это не очень полезно но вот хлебом не корми люблю я всякие котлеты на завтрак взяли киски 4 пачки вроде понравился и брали одну на пробу она нас очень привередливая далеко не все ест но эти вроде понравились и мы сразу так берем про запас скажем так взяли на сегодня на обед вот такие замороженные блины две пачки одни с мясом другие с ветчиной и с сыром не знаю как в духовке или их тут нужно в большом количестве масла обжаривать что я конечно не приемлю не знаю как мы будем делать взяла цветную капусту очень люблю на ужин сделаю на неделе просто очень быстро готовится с яйцом залью ребенок запросил бананы хотя бананы вообще не любит я не знаю это что-то новое взяла свой любимый соус вернее я дочка тоже дочка тоже по его полюбила украинский очень любим чумак дальше огромную взяла китайскую капусту а тунец кстати мы забыли купить вот так хотела на неделю тоже сделать салатик на ужин аля капуста там может крабовые палочки кукурузы вареное яйцо еще в том сом очень вкусно надо тунец будет докупить три вида капусты на самом деле у меня здесь цветная капуста китайская и кальраби вообще она называется кальраби вот такая вот как она она такая как редька что ли я обожаю такую капусту обожаю ее но тут чистится она такая знаете сочная очень сладенькая вкусная как корнеплод такой самый настоящий и просто с перчиком с солью и со сметанкой а если дальше вареное яйцо добавить это просто не там к любому к вареной картошке на ужин короче просто обожаю эту капусту короче медорки взяли кукуруза только такая вроде нам приглянулась дальше понятно яйца тоже очень люблю на завтрак кушать да все мы любим салфеточки взяли всегда понятно в общем то ничего такого мы закупаемся чуть ли не каждый день поэтому какие-то такие обычные бытовые хотела показать еще такое печенье тоже из мидла уже открытое мы его не сегодня покупали вот такие вот так называется пафс в общем на вкус они супер-супер легкие прямо вообще полые внутри на вкус лично мне напомнило что-то типа а-ля хвороста из детства не знаю чуть солоноватый сладенько но очень жирный причем конечно составы в лидли не лучше но не сказать что там какие-то пп продукты как в принципе в основной массе магазинов так что вот такая вот получилась закупочка сейчас я буду все это конечно же разбирать по местам и сегодня кстати воскресенье как-то я начала с воскресенья снимать свой влог в общем то вот закупка девчонки моя тарелка выходного дня ну как он ну потрясающе же печеньки конфетки ягодки и бананчик буду сейчас все это поглощать чего и всем желаю тоже вкусняшек в общем вам девчонки выходной можно есть вкусняшки нужно есть вкусняшки привет девчонки хотела поздороваться показаться вам я такая полностью не накрашенная на надо помыть зеркало это совершенно точно надо нам эти все зеркала мне довольно много зеркал в доме и потому что квартира небольшая зеркалами как-то все веселее и светлее и вообще это такой лайфхак конечно ну я думаю все многие знают если зеркала напротив окна то в комнате будет ровным счетом два раза светлее как мы и сделали вот что еще хотел сказать да надо намыть зеркала и надо на самом деле уже начинать мыть окна но у нас периодически может пойти снег поэтому не знаю как с этим но надо надо мыть окна очень лень ну что делать ну пока что мне в приоритете другие задания надо сначала их выполнить потом уже тогда окна и собственно я тут сейчас буду заниматься учиться буду вот достала свои тетрадки сейчас у меня тут ручки вот всякое такое что у меня еще тут вот мои ароматики я вам сегодня уже отсняла видосик один фиолетовый который на улицу стопроцентно ношу убрала туда поближе коридору в общем кофе свой пью утренний и давайте вам еще покажу покажу вам свою полочку тоже парфюмерную вот там мой лакост стоит наверху вот он и джуси кутюр меня здесь и решила достать вот эти флакончики на у меня с ними сложные отношения но они классные классные и просто решила для красоты хотя бы на них полюбоваться пусть постоят так же у меня здесь какие то есть которыми я могу просто подушиться либо мне нравятся флаконы арман басимой ланван и аметист здесь у меня стоит буэна от лариф стоит здесь уже недели две то я мужу сказала чтобы он своей маме отвез но он все время забывает в общем да не он не нужен пусть к новой хозяйке уезжает еще у меня здесь есть я уже показывала да просто иногда я так меняю здесь хотела на самом деле на эту неделю взять еще вот этот вот интернити флейм который вообще мне надо заниматься а я болтологию устроила интернити флейм и вот этот похоже да похоже но это более ядреный больше перченый здесь чуть чуть больше ягодности и сладости что ли этот конечно я наверное все оставлю на холодное время года сейчас наверно уже не его пора но он классный да он такой прям мощный если вы любите мощный аромат и присмотритесь он бюджетный и и принципе ну ка бюджетный как я имею ввиду бюджетный люкс да 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 бюджетный ну 25 где-то но сейчас наверно может уже подороже так что вот показала вам хотела показать просто как смотрятся мои вейл парфюмс этот аля родригес вот эти все как-то мне сказали про мускус говорить надо мускус да или кускус и мускус в общем я и забыла опять да этот розовенький и этот я совсем практически еще про него даже в обзоре даже у меня еще не участвовал я его толком не разнашивала еще вот не успеваю как-то так в общем пойду заниматься делами и так еще захотелось включиться и поболтать с вами девчонки я все про ароматы сегодня конкретно взялась за этот надушилась им просто вся вообще очень ядреный конечно и вспомнила что у меня есть от ливантик как герлен оригинал только блэк перфекта ну вы поняли да в общем я здесь на пшикала все себе без без блэк перфекта на пшикала подписала кстати очень очень похоже прямо очень здесь в блэк перфекта говорят что какая-то кожа что ли там или что-то нет он возможно для меня чуть чуть более кисло-сладкий вот прям совершенно одинаковый просто по насыщенности вот блэк перфекта чуть более насыщенный хотя куда казалось бы насыщенный потому что они оба насыщены и так и вспомнила я еще а кстати вот этот сейчас у меня здесь на коже очень тоже такое необычно я вспомнила что у меня еще есть уэйл который love по-моему называется редко его показываю еще у меня есть трифан который прямо прямой закос под герлен для пяти троп но ар я решила их тоже сейчас на пшика и посравниваю немножко я ждут вишенки понаприклеивала и так рефан чик сейчас у меня будет здесь такой запах в комнате ко мне должен прийти работник там чинить кое-что в доме так вкусно 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 тоже очень сочно прямо рифан вообще класс кстати он постоял рифаны когда постоят становятся более насыщенными даже муж сказал что я ему заказывала аналог на фаренгейт он сначала так поносил потом начал фукать потом как-то забросил его а потом у него постоял и он тут начал уносить такой да он нашу постоял говорит и стал более таким концентрированным так этот какой-то самый спиртовой пока что извиняюсь за эти звуки я просто разнюхиваю так все в одном ключе конечно хочу сейчас специально подписала знаю что но такой запах что если вслепую я запутаюсь я не угадаю где оригинал где вот пробник где какое не знаю ну очень похоже такие ароматы мне кажется их сложно сделать разными но все-таки без я не знаю почему то без не ближе но рифан вообще тоже вообще все практически одинаковые девчонки ну вот куда мне столько поэтому я даже хотелось во время отдать этот пока что не отдала не знаю аромат вообще мне кажется на любителя не каждый будет его носить но это не такой аромат знаете как мне кажется прямо вишня вишня как про него говорят в общем такое включение решила просто посравнивать так я тут все разнюхиваю вкусные в общем то все еще мне здесь лежит тушь купила вчера себе новенькую тушь и думала блин что щетка силиконовая почему-то там нарисовано было тестера не было и щетка оказалась на картинке была силикона но оказалось что щеточка вот такая еще и загнутая не знаю с такими обычно не дружу не пробовала еще эту тушь в общем надо как-то и затестить это неизвестная марка даже не знаю чья она польская польская made in poland я думаю это что-то оля эвелин у них тоже какое-то подразделение реверс у нас есть один стенд вот бюджет начало попробовать новенькую какую тушь а то я все время с этой essence иногда она мне начинает надоедать так что напишите нравится вам этот аромат у кого есть вот этот герлен либо black perfect либо обычный для пяти троп но ар ладно и а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки 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 Девчонки